В эфире Вести Ульяновск, студия Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите выпуски. Соратники на бумаге Ульяновской области Крым подписали соглашение о сотрудничестве. Поселок Мирный не оправдал своего названия. Разруха борется против спортивных рекордов. Пометили яму убийцы ульяновские автолюбители. Обвели выбоины белой краской. Крым и Ульяновская область стали ближе. Руководство нашего региона побывало в Симферополе. Здесь состоялось подписание соглашения о сотрудничестве, которое коснется не только санаторно-курортной и туристической деятельности, но и захватывает науку и сельское хозяйство. Подробности в нашем репортаже. Делегацию Ульяновской области принимал председатель Совета министров Республики Крым Сергей Аксенов. Он поблагодарил ульяновцев за внимание и сказал, что сейчас крымчане рады гостям и любой помощи. Подписанное соглашение о сотрудничестве предполагает, что стороны будут развивать торгово-экономические, научные, социальные и культурные связи. В честности, Сергей Морозов заявил о необходимости установить с Крымом прямое авиасообщение. И выразил готовность поделиться опытом по привлечению инвестиций. Уже сейчас 10 ульяновских компаний намерены открыть свой бизнес на Черноморском побережье. Сегодня уже часть представителей бизнеса приехали вместе с нами. И уже в ближайшее время хотят открыть здесь представительство, связанное с производством из дерева, из древесины. Кроме этого, есть приличное количество компаний, порядка шести компаний, которые хотят открыть здесь производство автокомплектующих. Есть огромное желание поставлять сюда продукцию с наших автомобильных заводов и открывать здесь дилерские центры, открывать здесь производство, которые будут заниматься техническим обслуживанием этих автомобилей. Еще одно соглашение о побратимских связях подписали Марина Беспалова и Дмитрий Щепетков, исполняющие обязанности главы Феодосии. Власти Ульяновска предлагают крымчанам проектно-сметную документацию на строительство детских садов и спортивных сооружений. Сегодня мы готовы оказать содействие и в области, в первую очередь, на периоде становления нормативно-правового регулирования, модельно-различные акты, передать свой опыт. У нас очень много общественных организаций, которые занимаются данными вопросами. Одну из улиц в новом микрорайоне Ульяновска назовут в честь Феодосии. Наши путешественники закрепят братские связи велопробегом. Крымских спортсменов пригласили на фестиваль национальных неолимпийских видов спорта. На отдых в Крым ульяновцы готовы направить до 100 тысяч человек. В основном это будут работники бюджетной сферы. Принимающая сторона оказалась только за. Если говорить о Феодосии сегодняшнего дня, то это город былого величия и нереализованных возможностей. К большому сожалению, тот громадный ресурс ВПК, который наш город делал одним из лидеров Крыма, на сегодняшний день был абсолютно не востребован. И, конечно, опыт ульяновской области по конверсии, по привлечению инвестиций для нас будет неоценим. Здорово, Дневаря! Слава Богу! Кроме крымского правительства, ульяновская делегация побывала в местном кадетском казачьем корпусе. Здесь тоже налаживают дружеские отношения. Конечно, с нашим суворовским училищем. В первый визит Сергей Морозов и Анатолий Бакаев привезли крымским кадетам компьютерное оборудование и учебную литературу. Следующая поездка в Симферополь намечена на конец апреля. Дмитрий Емельянов, Вести Ульяновск. Семья Латарцевых, которая приехала с Украины на ПМЖ в Ульяновск, справила новоселье. Однокомнатную квартиру в известном заводшей доме молодежи, согласно жилищной программе, переселенцам выделил Авиастар СП. Сегодня у них в гостях побывал глава региона. За чашкой чая хозяева поделились впечатлениями от нового жилища. Губернатор, в свою очередь, рассказал им об инфраструктуре микрорайона. Здесь рядом бассейны, спортивные комплексы, с искусственным льтом, стадион. В новой жилищной программе Авиастара сегодня участвует более 200 человек. Сергей Латарцев один из них. Он по профессии старший техник самолета. В ближайшее время бывший гражданин Украины займется проверкой летно-эксплуатационной части двигателей самолетов на Авиастаре. В пятницу получил я разрешение на работу. Трудовой договор уже раньше был немножко. И я планирую, что буквально сегодня закончим мы уже последние бумажные волокиты, трудовые книжки. И с завтрашнего дня уже пойду на стафировку. Работники предприятия могут приобрести собственное жилье в ипотеку по ставкам ниже рыночных с частичной оплатой предприятиям первоначального взноса. В новом городе уже сданы в эксплуатацию четыре дома для участников программы. В ближайшее время планируется построить еще около четырех тысяч квартир. Присяжные оправдали предполагаемого убийцу охранника Игоря Безнасюка. Два года назад двое мужчин пытались застрелить Ислама Гусейнова в его собственном кабинете. Смертельные пули на себя тогда принял телохранитель лидера азербайджанской диаспоры. У Безнасюка остались жена и 19-летняя дочь. Подробности дела в сюжете Татьяны Герман. Сентябрь 2012 в кабинет к председателю Ульяновского отделения Всероссийского азербайджанского конгресса врываются вооруженные люди. Охранник Игорь Безнасюк убит на месте. Спустя время правоохранители выходят на организатора преступления. Джафара Диланова задерживают в Ульяновске. Чуть позже в Москве с поддельными документами берут и одного из исполнителей Нахида Захидова. Это его фотороботами весь год пестрели газеты и новостные сюжеты. Второго нападавшего не нашли до сих пор. Он объявлен в розыск. Шло следствие. На следствие было все. То есть там они скинули и оружие, и ножи скинули, и документы были их, и свидетелей было куча. У меня вот никаких сомнений не вызывало ни у меня, ни у моей дочери, ни у наших близких и знакомых. То, что да, эти люди виновны. Доказано все. Но почему такой вердикт? День 26 марта в календаре семьи Безнасюк стал таким же черным, как и роковой 9 сентября 2012 года. После вердикта присяжных заседателей Галина и ее 19-летняя дочь, как сами признаются, снова стали глотать успокоительные. Предполагаемого организатора преступления Джафара Диланова оправдали по всем пунктам обвинения. А Нахида Захидова оправдали в убийстве Игоря Безнасюка. Десять увесистых томов дела Галина Безнасюк изучала больше года. Сетуют были и угрозы, и оскорбления. На нее давили, но, как говорит женщина, она ни на секунду не сомневалась, что всех виновных в ее семейной трагедии все-таки накажут. Они не скрывали своего всемогущества. Заявляю мне, что его Джафара не посадят. И для этого они сделают все. Но вот после такого вердикта, что я могу думать? Жена очень агрессивно вела себя. Она кричала мне вслед оскорбления. Кричала, что не посадят ее мужа, потому что там кто-то чего-то, кому-то чего-то. И обзывалась. Ну что может еще быть между женщинами, которая защищает своего мужа, и другая тоже защищает. В Следственном комитете тем временем не исключают, что уголовное преследование предполагаемого заказчика преступления на этом вердикте присяжных не закончится. Оправдание присяжными предполагаемого организатора и заказчика этого преступления, Джафар Дзиланова, в общем-то, не исключает возможности его привлечения к уголовной ответственности, но после уже, соответственно, вынесения приговора, его тщательного изучения и возможного обжалования. Мы считаем, что доказательств виновности Дзиланова было предоставлено достаточно. Галина и ее дочь Ксюша даже спустя полтора года не могут прийти в себя. За пару дней до смерти Игоря они затеяли большой ремонт в квартире. Планировали семейный отдых. С домашним любимцем Игоря Безнасюка во дворе теперь тоже гуляют близкие. Сейчас вдова готовит новое обращение. Женщина уверена, ей помогут исправить судебную несправедливость. Она намерена обжаловать решение коллегии присяжных заседателей. Татьяна Герман, Герман Баранов, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Где тренируются чемпионы Европы? В поселке Мирный спорткомплекс Буран считают кузницей кадров и для хоккейной Волги, и для сборной страны по кикусинка и карате. Есть здесь и секции волейбола, баскетбола, шахмат, бильярда, настольного тенниса. В каких условиях тренируются потенциальные олимпийцы, увидел наш корреспондент. Надпись «Добро пожаловать» заплыла штукатурка, и стены трещат по швам, а дощатый полспортзала украшает лишь баскетбольный мяч. Над всем этим ржавая крыша. Спорткомплекс Буран – некогда гордость всего Чердоклинского района ныне в разрухе. Те, кто приходят сюда заниматься, признают, о комфорте можно только мечтать. Условий, так сказать, вообще никаких. Ну, то есть, как спортивный комплекс, вот, сам пед закрытый, то есть, и на улице только приходится заниматься. А отделки еще внутри пока, ну, нет совсем. Футбольному полю, кроме своих масштабов, похвалиться тоже особенно нечем. Одинокие ворота-беседки – случайные велосипедисты. Зимой здесь заливали каток, был прокат. Но, по словам жителей поселка, хотелось бы большего. Там нет детских площадок, нет горочек, хотя бы вот таких возрастов. Спортзал тоже в плохом состоянии. Но он в ужасном состоянии, он работает, проводятся там какие-то тренировки, проводятся. Но в ужасном состоянии. Денег, ждут денег. В соседнем ангаре некогда действующий бассейн. Только на его реконструкции нужно порядка 10 миллионов рублей. Сумма для бюджета поселка нереальная. Те средства, что имеются в наличии, в первую очередь тратят на самое важное – на форму и оборудование. В этом году купили на 150 тысяч инвентаря сюда. Для всех? Для всех. Это для шахматистов, купили столы, там все просто для шахматных столов. Это самый бильярдный стол. Для каратистов на 70 тысяч купили только абсолютно две недели назад. Они чемпионы у нас Европы. И все же за год в бассейне выровняли бордюры, отремонтировали душевые, туалет и сауну. Сейчас готовят документы для ремонта кровли. Спрашивают, спрашивают, а помогать, не помогают. Так не должно быть. Прежде чем спрашивать, нужно что-то дать. А еще мечтает руководство спорткомплекса. Дно бассейна было бы неплохо застелить современным резиновым покрытием. Прочным, безопасным и разноцветным. Но это удовольствие сейчас им точно не по карману. Васа Алфимова, Елена Гончарова, Борис Шибалдов. Вести Ульяновск. Из Чердоклинского района. Ульяновские автолюбители обрисовали ямы убийцы. В минувшие выходные владельцы машин вышли на городские дороги с банками белой краски и кистями. Больше ста владельцев железных коней решили ударить по бездорожью акции. Обратить внимание властей на устрашающие ямы на ульяновских дорогах. Мы не преследовали цели заняться какой-то тактической работой. Чтобы мы одну ямку обозначили, отправили. Ее потом из госструктуры через сколько-то времени сделали. У нас такая стратегическая задача обозначить яму. Обозначить, что надоело. Давайте что-нибудь сделаем. Как-то вот так, по-хорошему. Активисты взяли самые проблемные дороги и обрисовали выбоины. Например, Гончарова. На улице Розы-Люксембург пришлось изрядно потратить краски. Поскольку, по словам автомобилистов, именно здесь обосновалась яма убийца. Где почти каждый день автомобилисты бьют свои автомобили. Все, кто проезжал мимо, поддержали участников акции. Они, по крайней мере, мне бы сэкономили сегодня тысячи шесть. Глядя на мою переднюю часть машины, вставлен радиатор, вентилятор, полподвески. Остальное было на Розе-Люксембург. Ребята занимаются отличной вещью. Просто огромное им уважение, огромный респект. Уже на следующей неделе, на следующий день, на улице Розы-Люксембург появились ремонтники и развернули активную работу по заделыванию обрисованных ям. Это плановый ремонт. Розы-Люксембург была планирована именно горячим асфальтом асфальтом. Дорожники пообещали, что постепенно их руки дойдут и до других улиц. До 20 апреля завершат ремонт основные городские магистрали. Ямы зальют горячим асфальтобетоном. Здесь стараются помочь всем. Уже почти два года в Ульяновске еженедельно для всех желающих открывают свои двери центры бесплатной юридической помощи. Эта традиция появилась благодаря инициативе главы города Марина Беспалова. И теперь с каждым приемом количество благодарных ульяновцев только растет. В общественную приемную с юридической помощью Галина Слугина приходит не впервые. Она руководит ТОСом и с постоянно меняющимися законами в сфере коммунальных услуг и их оплаты сталкивается чуть ли не каждый месяц. На этот раз женщина пришла с жалобой на управляющую компанию. Коммунальщики проигнорировали решение жильцов и назначили свой тариф на ремонт и содержание жилья. Мы в декабре приняли, жители, свой тариф перед управляющей компанией «Фундамент». Но они до сих пор наши тарифы не принимают. Хотя пакет документов был передан и в комитет ЖКХ, и управляющей компанией, и у нас имеется экземпляр. И до сих пор вот у нас такое непонимание. Посетительницу в приемной внимательно выслушали. Вопрос тарифообразования хорошо знакомый самому депутату Сьюкову и специалистам, ведущим прием. Так что ответа долго ждать не пришлось. Но это незаконно. Тариф на содержание и ремонт жилья установили только собственники, и никто не может его установить. Я предлагаю следующие пути решения. Во-первых, нужно обратиться в жилищную инспекцию. Жилищная инспекция обязана контролировать работу управляющей компании, и сегодня штрафы достаточно серьезные. Второе – это прокуратура. Такие приемы, где жители Ульяновска могут получить бесплатную и квалифицированную юридическую помощь, оказались действительно востребованными. Говорит депутат городской думы Руслан Сьюков. Многие, получив помощь однажды, приходят снова и снова. Мы не только разъясняем юридические аспекты, мы приглашаем специалистов соцзащиты, специалистов управляющей компании. Мы пытаемся решить проблемы жителей наиболее комплексно, наиболее полно. И результат говорит сам за себя. За два года за юридическую помощь в приемную депутату Сьюкову обратилось более 300 человек. Всего же с начала работы всех центров бесплатной юридической помощи в них обратилось более 5000 ульяновцев. Их вопросы и просьбы либо уже решены, либо находятся под пристальным депутатским контролем. Мария Пугачева, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск. Комментарии только после турнира. В Ульяновске стартовало первенство России по хоккею с мячом среди юниоров. После двух побед подряд ульяновские тренеры и игроки не общаются с журналистами, боятся сгладить. На соревнованиях в «Волгоспорт-арене» побывал наш корреспондент. Еще утром в спорткомплексе шли подготовительные работы. На одном этаже укладывали плитку, на других убирали мусор и проводили электротехнические работы. Идеальный порядок царил лишь на льду и на трибунах. Первыми играли «Родина» из Кирова и «Иркутская Байкалэнергия» 7-2. Хабаровский край против «Узбасса» из Кемерово разгромные 2-10. Есть игра, ее нужно выиграть. Понимаете? Вся задача – выиграть следующую игру. Все сюда команды приезжают только за первое место. Мы не исключение тоже. И вот, наконец, третий матч первого дня. «Волга» с «Дюсшор» Ульяновск и «Енисей» Красноярск. На трибунах «Аншлаг» – 2000 зрителей. Незабитых пенальти и удаление, признаются игроки, тренеры и комментаторы, хватило бы и на несколько встреч. Юношеская «Волга» – чемпион двух последних лет в своей возрастной группе. Вот и в игре подавляющее преимущество, и соперники вынуждены нарушать правила. Судьи назначают в ворота красноярцев семь пенальти, и лишь два из них подопечный Александра Малаховского реализовали. После матча даже начали поговаривать о заколдованных воротах. Никаких комментариев игроки и тренерский штаб «Волги» до окончания турнира, а это еще четыре игры без учета сегодняшней, не дают. После второго игрового дня Ульяновская «Волга» остается в лидерах. 7-4 – результат игры с «Кузбассом» из Кемерово. В матче все решилось после перерыва. Ульяновцы сломили сопротивление неуступчивого соперника. В обороне не получилось, вот и проиграли. Были большие разрывы, и ничего не смогли сделать. Впереди моментов много не забили. Вот следствие того, что проиграли. Вторая подряд победа и «Волжане» вместе с «Маяком» из Краснотуринска возглавляют турнирную таблицу. Сегодня «Волга» с «Дюсшор» сыграла с Кировской Родиной. Елена Гончарова, Татьяна Герман, Игорь Кранцев, Алексей Прохоров. Вести Ульяновск. Информация синоптиков через несколько секунд. В ближайшие сутки атмосферное давление ночью будет расти, днем падать. Ожидается облачная с прояснениями погода ночью местами, днем большинстве районов снег и мокрый снег, местами метель. Ветер ночью северный, днем юго-восточный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью по области от минус 4 до минус 9, в Ульяновске 6, 8 градусов мороза. Завтра днем по области от минус 1 до плюс 4, в Ульяновске 1, 3 градуса выше нуля.